Господи Божий мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресный день, наша Церковь чтит память святителя Дмитрия Ростовского, небесного покровителя нашего коллеги, отца Дмитрия Самойлова, ведущего программы «Церковный календарь». Дорогой Батюшка, приимите наши искренние поздравления и пожелания мира, здоровья и всех благ от Господа нашего на многое и благая лето. В этот день за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи с 9 по 16, святительское зачало, и воскресное чтение от Луки, глава 8, стихи с 26 по 39. Послушаем это евангельское зачало в прочтении отца Александра. Во время Оно, пришедшую Иисуса во страну Гадаринскую, я же есть обон пол Галилеи, и сшедшую же ему на землю, среди его муж некий от града, и же имяше бесы от лет многих, и в ризу не облачашеся, и во храме не живяше, но во гробех. Узрев же Иисуса, и возопив, припаде к нему, и гласом вели им рече, что мне и тебе, Иисусе, Сыне Бога Вышнего, молюсь, а ти не мучай меня. Повели уба духа веничистому изыди от человека, от многих болет восхищашеего, и везаху его узы железны и путы стригущего, и растерзаю узы, гоним бы ваше бесам сквозе пустыни. Вопроси же Его, Иисус, глаголя, что те есть имя, он же рече Легион, якобесе мнозе в недоша вонь, и моляху Его, да не повелит им в бездну идти. Бежит у стада свиней много посома в горе, и моляху Его, да повелит им в ты в нити, и повеле им. И шеши же беси от человека в недоша во свинья, и устримися стадо по брегу в езеро и истопе, видевши же пасущие бывшие бежаша, и возвестиши в ограде и в селях. Изедоши же видите бывшие, и приедошеко Иисусови, и обретоши человека сидящие, из него же беси из Эдоша, оболчено и смыслище при ногу Иисусову, и убояшися. Возвестиши же им видевшие, как спаси себе сновавый, и моли Его весь народ страны Гадаринске, отойти от них, яко страхом вели им одержими беху. Он же влез в корабль, возвратиси. Моляши же ему муж из него же из Эдоша беси, дабы с ним был. Отпусти же его Иисус глаголя, возвратися в дом твой, и поведай, елико ти сотвори Бог, и иди по всему граду проповедая, елико сотвори ему Иисус. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. В то время, когда приплыл Иисус в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же Он вышел на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он увидел Иисуса, вскричал, пал перед Ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня!» Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что Он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его. Но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыне. И Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее. И придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцерился бесновавшийся. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. «Продолжая дело проповеди Царствия Божия, Господь с учениками прибыли в Гадаринскую страну, названную так по имени находившегося в ней города Гадары, входившего в число городов Десятиграде. На берегу Господа встретил человек из города, одержимый бесами с давнего времени и в одежду не одевавшийся, но живший не в доме, а в гробах. Человек, одержимый бесами, представлял слишком большую опасность для людей и потому жил в горных пещерах, называвшихся гробами, поскольку в таких или подобных им искусственных пещерах хоронили умерших. Величие и всемогущество Сына Божия привело нечистых духов в ужас. И вот бесноватый вскричал, пал перед ним и громким голосом сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». На вопрос Христа «Как тебе имя?» Бесноватый ответил легион, указывая тем самым на обитание в нем несметного количества нечистых духов, которые просили Господа, чтобы он не повелел им идти в бездну, а позволил войти в большое стадо свиней, пасшиеся неподалеку при горе». Архиепископ Аверки Таушев пишет, «Нам не настолько известна природа нечистых духов, чтобы понять, почему им необходимо обитать в живых существах. Но характерно то, что из всех живых существ они избрали самое нечистое, самое презренное в глазах иудеев, лишь бы Господь не изгонял их из страны и не лишал тем самым возможности действовать в ней». «Господь разрешил им войти в стадо, и свиньи, взбесившись, бросились с крутизны в озеро и утонули. Бесноватый же стал здоров. Тогда Спаситель поверел исцеленному, «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Господь». Борис Ильич Гладков замечает, «Во многих случаях Иисус запрещал исцеленным рассказывать о совершенном над ними чуде, потому что большинство чудес совершалось из любви к Господу к страждущим. Излишние рассказы не могли оказать никакого содействия делу Христа, но могли привлечь к Нему еще большие толпы народа и усилить преждевременно подозрительность врагов Его. Тут же нельзя было скрывать совершенное чудо, так как народ той страны сразу не мог понять его, а потому необходимо было, чтобы об этом чуде проповедовал сам облагодетельствованный им». Сегодняшнее евангельское чтение, дорогие братья и сестры, говорит нам о том, что только обратившись к Богу, каждый из нас может отбросить свои греховные наклонности, исцелиться от лени, уныния, тщеславия и других духовных болезней. Для этого необходимо прийти и поклониться Господу, имеющему власть исцелять, просвещать светом истины, даровать спасение и истинную свободу, которую мы обретаем в исполнении воли Божией. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok